Глагол 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 Глаголы обозначают состояние или действие предмета. Глаголы отвечают на вопросы «что делать», «что сделать», «что делает», «что сделает». Глаголы в предложении чаще всего бывают сказуем и образуют вместе с подлежащим грамматическую основу предложения, то есть главные члены, подлежащие и сказуемое. А также мы сказали с вами о том, что глаголы украшают, обогащают нашу речь. И вот на последнем пункте мы с вами остановимся более подробно. Глаголы украшают, обогащают нашу речь. То есть их такое большое количество, что, например, к одному и тому же слову, к одному и тому же действию мы можем подобрать разные глаголы. Например, «грустить», «печалиться», «говорить», «сообщать». Кто вспомнит, как называются такие слова, близкие по значению? Наверное, вспомните, что такие слова называются синонимы. Итак, значит, в русском языке очень много различных средств выразительности, которые нам помогают обогатить нашу речь. Такие слова вам понадобятся при выполнении упражнений, написании сочинений, изложений. То есть какое-то действие заменить разными словами. Вот об этом сегодня мы с вами поговорим. Какие глаголы бывают? Итак, ну а сейчас давайте вспомним. Мы сказали, что близкие по значению слова называются синонимы. Давайте вспомним с вами, что такое синонимы. Тема нашего урока – значение употребления глаголов. Значение. Мы должны знать его значение, для чего, а также его лексическое значение. Ну, иметь правильно употреблять, как я уже сказала, тот или иной глагол. Итак, ну и как употребляются, для чего они нужны, и где, какой нужно глагол подобрать, мы с вами сегодня обсудим. Сначала вспомним, что такое синонимы. Глаголы-синонимы – это слова, близкие по смыслу, но разные по звучанию и написанию. Вспомнили? Давайте посмотрим на пример. Смотрит, можно сказать по-другому, глядит. Это синонимы. Далее. Говорят. Синоним можно подобрать. Беседуют. Итак, давайте потренируемся. Как подобрать синонимы глаголу? Посмотрите на экран. Глаголы должны быть близкие по смыслу. То есть это действие должно передаваться близкими по значению слова. Но они разные по звучанию и написанию. Давайте попробуем выполнить задание. Найдите пару, то есть глаголы-синонимы, с левого столбика и с правого. Подумайте, пожалуйста. Давайте найдем синонимы к слову «обманывать». Как можно еще сказать «обманывать» либо «лгать». Согласны? Конечно, «обманывать» и «лгать» – это одинаковые слова по значению, но разные по написанию. «Радоваться» – какой синоним подходит? «Радоваться» либо «веселиться» – это тоже синонимы. «Думать» – подберем синоним. «Думать», «мыслить» – это тоже синонимы. Ну и последнее слово «работать». То есть «работать» – синоним «трудиться». Тоже близкие по значению, но разные по написанию, как мы видим. Вспомнили, что такое глаголы-синонимы и как правильно подобрать их? Потому что в упражнениях вам тоже встретятся. Подберите синонимы, и вы знаете, что можно обратиться еще к концу учебника к словарю, если у вас не получается. А лучше, если у вас дома тоже есть различные словари синонимов и других. Давайте дальше вспомним. Еще есть такие глаголы. «Спорщики», то есть наоборот. Такие называются слова-антонимы. Глаголы-антонимы – слова, противоположные по смыслу, и разные по звучанию и написанию. Давайте тоже потренируемся и найдем пару. Здесь уже вам нужно подобрать глаголы-антонимы. Посмотрите на экран и подумайте. Я вам уже сказала, что антонимы – это спорщики. То есть делают все наоборот. Давайте посмотрим. К слову «лениться» какой антоним подберем? Лениться, а наоборот – трудиться. Ссориться. Подбираем антонимы. Наоборот – мириться. Грустить. Подбираем антоним. Смеяться. Враждовать. То есть наоборот – мириться. Ну и последний глагол – ненавидеть. Здесь антоним подбираем. Наоборот – любить. То есть я думаю, что вы выберете слова, которые находятся справа. Это более хорошие слова. Вы должны чаще смеяться, всех любить. Мириться обязательно, не ссориться. Дружить. Ну и, конечно, сейчас для вас самое главное – это трудиться. Хорошо. Вспомнили, что такое антонимы? Помимо синонимов антонимов заданий, вам встретятся еще одни такие неинтересные слова. Мы с вами в начале года их как раз изучали. Это фразеологизмы. Давайте вспомним, что такое фразеологизмы. Фразеологизмы – это устойчивое сочетание слов. Значение устойчивого сочетания или смысл всего выражения. Вспомните, например, «стал ни свет ни заря», то есть «стал очень рано до рассвета». Либо «прикуси язык», «прикусил язык», то есть «замолчал». Вспомнили, что есть такие слова? И глаголы тоже могут встречаться в фразеологизмах и очень часто. И убедитесь вы в этом тоже, когда будете выполнять упражнения в учебнике. Ну, давайте тоже потренируемся. Посмотрите на экран. Давайте соединим фразеологизм с близким по значению глаголом. Итак, первое. Повесить голову. Что это означает? Какой глагол подберем справа? Повесить голову – это то есть загрустить. Что значит считать ворон? Как сказать, подобрать одним глаголом? Считать ворон – это то есть отвлекаться. Отвлекаться. Я надеюсь, из вас никто не отвлекается, когда очень внимательно слушают материал. И на уроках нельзя тоже отвлекаться. Следующее. Тоже часто встречается вам. Что значит ломать голову? Какой глагол подберем? Ломать голову – это то есть думать. Наверное, бывало такое, что вы, прочитав задачку математики, не можете долго ее решить. Это говорит – ломал долго голову над задачей. То есть очень долго думал. Ну и последний фразеологизм – это бить баклуши. Мы тоже с вами о нем говорили, и оно довольно-таки часто встречается. Этот фразеологизм. Бить баклуши – это беззельничать. Давайте еще раз посмотрим на экран. Правильно ли мы выполнили задание. Посмотрите на картинке. Итак, значит, сказали уже повесить голову – это загрустить. То есть огорчиться сильно. Грустно вам. Считать ворон – это отвлекаться. Ломать голову – думать. Ну и бить баклуши беззельничать. Я думала, что у нас никто с вами не беззельничает, а все внимательно слушают и работают, выполняют задания. Итак, вспомнили, что такое фразеологизм. Посмотрите, как много глаголов встречаются. Можно и глаголы, синонимы, глаголы-антонимы. И в фразеологизмах тоже встречаются глаголы. Ну и также у глаголов может быть переносное и прямое значение. С этим тоже вы столкнетесь, когда будете выполнять упражнения в учебнике. Что значит переносное значение? Глаголы могут употребляться в переносном значении. Эти средства художественной изобразительности называются еще метафора и олицетворение. Чаще всего используют их поэты. И мы их можем встретить на уроках литературного чтения. Давайте посмотрим на экран. Найдите глаголы, которые употреблены в переносном значении. Что значит переносным? То есть такого быть не может. Наоборот. А прямое – это когда предмет выполняет конкретное действие. Давайте посмотрим на первую строчку. Летит время и летит самолет. Слово «летит» – глагол. В каком словосочетании употребляется в переносном значении? Как вы думаете? Конечно же, летит время. Самолет летит. Он действительно летит. Выполняет полет. А вот «летит время» – это люди так говорят, когда очень быстро проходит время. Мы не заметили, как прошел день, как пролетела неделя, месяц и даже год. Или когда вам день рождения, родители тоже говорят, как быстро время пролетело. Но оно на самом деле не летит, а просто быстро проходит. Следующие строчки. «Кипит чайник» и «кипит работа». Где здесь употреблен глагол в переносном значении? В словосочетании «кипит работа». Потому что чайник, он действительно кипит, закипает, кипит окуном там. А вот «кипит работа» – это когда говорят о том, что все работают слаженно, работают усердно и очень старательно. То есть это переносное значение. Ну и в следующей строчке. «Плывет облако» и «плывет лодка». Как вы думаете, где здесь переносное значение? Переносное плывет облако, потому что лодка плывет по реке. А вот облако, оно плыть не может. Да, мы так говорим, что плывут облака. То есть употребляется переносным значением. Их просто гонит ветер. Теперь мы с вами знаем. Итак, вот видите, да? То есть у глаголов есть еще прямое переносное значение. Помним о том, что как подобрать и найти глаголы в переносном значении. Мы с вами сейчас потренировались. И когда будете выполнять упражнения, одно из них, то обратите внимание, будьте внимательны, когда будете находить такие глаголы. Итак, ну а теперь сделаем вывод. Мы сказали о том, что глаголы украшают и обогащают нашу речь. Видите, сколько всего многого можно узнать о глаголе. Как много глаголов различных. Как много можно одно действие назвать разными словами. То есть наоборот. В фразеологизмах они нас встречаются. Глаголы есть в прямом переносном значении. Очень большое количество. Поэтому глаголы не зря у нас существуют в русском языке. Итак, давайте прочитаем. В русском языке иногда для выражения разнообразных оттенков одного и того же действия существует до десяти и больше глаголов. То есть, если мы подведем итоги нашего урока значение употребления глаголов, мы с вами подчеркнем то, что глаголы очень значимы. И, конечно, часто употребляются в нашей речи. И при выполнении различных упражнений вам очень много придется поработать с глаголами. И самое главное помнить о том, что как находить глаголы. Надо уметь правильно задать вопрос. Ну и, конечно же, выучить правила, чтобы знать, на какие вопросы отвечают глаголы. Я думаю, вам все стало понятно. Итак, урок окончен. Спасибо за работу. А теперь я предлагаю немножечко отдохнуть и уйти на переменку. Ну вот и начинается, ребята и девчата, волшебная история про девочку Ренату. О глобусе, дебина, вам о чудесах на свете. Увидите, услышите и взрослые, и дети. Пчела-пчелография, веселые уроки. Такая география, мир близкий и далекий. Какая география, мир близкий и далекий. Кто такие? И почему за мной следите? Мы тоже хотим уничтожить Добрин, пониматель. А мы тоже плохие. Давайте сотрудничать. Хорошо. Будете делать то, что я вам скажу. Мы согласны. Какие успехи, мой. Я заманила их в Англию, большой злодей. Хорошо. Ты должна запутать и измотать девчонку и ее приятелей, чтобы они никогда не нашли Добрин, пониматель. Будет сделано, босс. Вы должны испортить им пчелолет, чтобы они застряли здесь надолго. Это мы с удовольствием. Друж, ты что-то там говорил о ложке дегтя в бочке с медом. Они как раз пчелолет заправляют медом. Что с вами, милые друзья, о чем вы приуныли? Мы не нужны ни он, ни я. О нас совсем забыли. Книги сегодня не любят читать. В чем дело, не понимаем. Хотим общаться мы опять. Без деток мы страдаем. Печально грустно, как решить Жужу такую тему. Всем вместе нужно обсуждать нам книжную проблему. Я знаю как. В гайд парке есть место под названием уголок ораторов. Там каждый может рассказать о своей проблеме и решить ее. Ах, это замечательно. Девчонки и мальчишки. Расскажем обязательно о пользе чтения книжки. Кто много читает, тот много яснает. Он правильно может писать. Задачи решает, во всем успевает. Тот парень, что любит читать. Кто много читает, уже понимает. Стал шире словарный запас. Талант повышает, умело слагает. Для всех интересный рассказ. Кто много читает, уверен, бывает. Урок хорошо знает он. Его уважают и все понимают. По знаниям он чемпион. Кто много читает, спокоен, бывает. Не страшен читателю стресс. И если читаешь, мозги развиваешь. В мышлении будет прогресс. Кто много читает, идей черпает. Их нужно суметь воплотить. И те, кто читает, моложе, бывают. И легче становится жить. Кто много читает, быстрее засыпает. Здоровым становится сон. Хорошие навыки приобретают. Тут книжек прочел миллион. Это же таинственная незнакомка. Но ее буквы были всего лишь нарисованы на плаще. Самозванка. Все равно вы не найдете добрин пониматель. Счастливо оставаться. Значит, мы напрасно летели в Англию. И здесь нет того самого дома сказочника. Ну почему же напрасно? Ведь вы очень помогли нам. Вы вернули детям любовь к чтению. А сказочники есть и у наших соседей Ирландии. Отправляйтесь туда. Быть может, там вы найдете то, что ищете. Но пчелолет сломан. Как же мы доберемся до Ирландии? При помощи сказки. А ваш пчелолет мы починим. И пришлем вам. Раз. Два. Три. Ну что, ребятки, отдохнули. А теперь мы с вами продолжим. И следующий урок у нас урок математики. Итак, давайте с вами вспомним, о чем мы говорили с вами на предыдущих занятиях. Итак, на предыдущих уроках мы с вами рассмотрели приемы устных вычислений. Давайте посмотрим на экран и вспомним, как мы вычисляли. Итак, если используются у нас числа, которые оканчиваются нулями, еще они называются круглыми, мы здесь можем их запросто вычислить. Но и можно также заменить разрядами. Если посмотрим на вторую строчку. Когда мы рассматривали вторые выражения вида 120 минус 50, то мы можем также, они оканчиваются нулями, вычислить, либо заменить общим количеством десятков. 12 десятков минус 5 десятков. Вспомнили? Также и ниже записи мы с вами вычисляем, либо заменяем общим количеством десятков. Кому как удобнее. То есть вы можете использовать разные способы. Далее мы рассмотрели другие способы вычисления. Посмотрите на экран. Следующий способ. Давайте вспомним. Итак, посмотрите на экран и ответьте на вопрос. Как можно решить данные выражения? Вспомнили какой это способ? Давайте посмотрим. Мы такие выражения выполняли, вычисления по частям. То есть мы с вами второе слагаемое заменяли суммой, чтобы первое слагаемое дополнить до круглого числа. Видите, запись ниже. Вспомнили? Что удобно к числу 470 пока прибавить 30, а потом уже 50. Либо также воспользоваться другим способом, заменить общим количеством десятков. Также выполняли вычитание. Посмотрите, следующее выражение. Тоже выполняли по частям. То есть пока мы с вами вычитаем и заменяем суммой, в данном случае 60 и 30, и вычисляем по частям. То есть пока вычитаем из числа 560 60, и потом уже оставшееся число 30. Вспомнили такие способы? Вспомнили. Давайте посмотрим следующий способ. Для начала давайте пока проверим, как же вычислить те выражения, которые я вам предложила. Давайте посмотрим. Первое выражение. 740 плюс 70. Мы заменяем число 70 суммой 60 и 10. 740 плюс 60. Это будет 800. Да еще 10. 810. Как выполнить вычитание? Посмотрите ниже. 630 минус 90. Для этого мы заменим число 90 суммой 30 и 60. Из числа 630 вычитаем пока 30. Это будет 600. И 600 минус 60. 540. Ну, также аналогично выполнены задания в правом столбике. Посмотрите на них. То есть здесь выполняется вычисление по частям. Такие приемы мы должны с вами выполнять и устно, а не только письменно. Давайте посмотрим дальше. Также мы рассматривали с вами выражение такого вида. Например, 260 плюс 310. Как же выполнять такие вычисления? Для начала, посмотрите, в первой строчке выполнен первый способ. То есть мы пока можем сложить сотни. То есть, если вы заметили, второе слагаемое разбито тоже на разряды. На разрядные, слагаемые 300 и 10. То есть к числу 260 мы пока прибавляем 300. Это 560. А потом еще 10. Либо можно использовать другой способ. Например, можно пока сложить отдельно сотни, а потом уже десятки. Посмотрите на вторую запись. То есть 200 плюс 300. И потом еще десятки складываем. 60 плюс 10. Аналогично с вычитанием. Посмотрите, да? Выражение 670 минус 140. Тоже мы пока из числа 670 вычитаем 100. А потом только 40. То есть число 140 вычитаемое тоже заменили суммой разрядных слагаемых на 100 и 40. Также можно воспользоваться другим способом. Посмотрите. Ниже выражение 670 минус 140. То есть здесь мы можем выполнить также по частям. Пока поработать с сотнями. Потом с десятками. И все результаты сложить. То есть видим, да? 600 минус 100. Плюс 70 минус 40. Пока вычитаем сотни, потом десятки. Давайте проверим, что у нас получилось. Видим, да? То, что выражение, в выражениях ответ получился одинаковым. Хотя используя разные способы. То есть здесь тоже кому как удобнее. Обратите внимание на сумму. То есть мы можем сложить пока сотни, потом десятки. Можно второе слагаемое разбить на разрядные слагаемые. 310, как мы здесь видим. И по частям тоже. 260 плюс 300 и потом 10. Также вычитание рассматриваем. 670. Пока вычитаем 100. На третье выражение, обратите внимание. Получается 570. И еще минус 40. 530. И такой же мы видим ответ получается в последнем выражении. Хотя там немножко другой способ. Пока вычитаем сотни, 600 минус 100, это будет 500. Потом вычитаем десятки. 70 минус 40, 30. Ну и потом сотни с десятками складываем. Получается 530. Тут вы тоже можете выбирать удобный для вас способ. Как вычислять. Это все приемы устных вычислений. Для чего нам нужно знать приемы устных вычислений? Конечно же, чтобы решать в уме. То есть, может когда-нибудь оказаться под рукой ручки или с точком. Ну а так нам надо уметь считать ежедневно, делать зарядку для ума. То есть, тренироваться в таких выражениях. Вы можете родителей попросить, чтобы они задавали вам такие примерчики. А вы их будете выполнять. Ну давайте посмотрим, где же могут встретиться нам такие приемы. Например, в задачках. Давайте прочитаем задачку. От дома до аптеки 150 метров. Сколько метров прошла бабушка, если она сходила и в аптеку вернулась домой? Как выполним? Какой способ применим? Ну нам надо узнать, да? 150 плюс 150. Мы можем тоже выполнить это по-разному. Посмотрите на второе выражение. Мы можем пока сотни сложить, потом десятки. И получить нужный нам ответ. То есть 100 плюс 100 – 200. 50 плюс 50 – 100. Всего 300. Можем пока первому слагаемому прибавить из второго слагаемого сотни и потом оставшиеся десятки. То есть второе слагаемое разобьем на разрядные слагаемые. 150 плюс 100 – это 250, а 250 плюс 50 – это 300. То есть вот так вы должны уметь в уме посчитать. Ну а если встретятся вам учебники такие задачки, конечно же, вы их должны и записывать правильно. Ну и, конечно же, такие устные приемы вычисления вам пригодятся в жизни. Каждый из вас любит ходить в магазин, выполнять покупки, ну а также использовать свои личные средства. Давайте посмотрим. Каждый из вас, наверное, уже ходил в кинотеатры и очень любит. Мы с вами знаем стоимость билетов. Это мы можем увидеть в афише. Сколько стоит билет на определенный сеанс, который мы хотим посмотреть. Давайте посмотрим. Вы захотели купить билет в кинотеатр. У вас 500 рублей. Вы хотите сходить на мультфильм. Стоимость билета – 250 рублей. Как вы думаете, сколько сдачи вам дадут? Либо вам нужно купить два билета, стоимость которого – 250 рублей. Сколько вам понадобится денег? Либо вы хотите купить два билета. Один на первый мультфильм, другой на другой мультфильм. Стоимость у них разная. Например, 250. И, например, если у вас младший брат идет или сестричка – 50 рублей. Либо можно купить сразу два билета. И узнать, сколько вам дадут сдачи. Давайте проверим. Значит, если у вас 500 рублей, вы потратили на билет 250 рублей, сдача у вас останется 250 рублей. Каким способом мы узнали? 500 минус 200 и еще минус 50. Если вы купили два билета, 250 до 250, у вас получилось 500. То есть на 500 рублей вам хотело два билета. Если вы купили на два сеанса разные билеты, то у вас получилось 250 плюс 50 – это 300. Из 500 рублей сколько у вас будет сдачи? 500 минус 30 – это 200. То есть пригодятся такие приемы в жизни? Конечно, пригодятся. Чтобы вы знали и умело пользовались деньгами. Хорошо. Ну а посмотрите на экран. А как нам выполнить такие вычисления? Устно можете решить? Какие есть предложения? Можно ли воспользоваться некоторыми способами, которые мы узнали ранее? Например, если посмотреть на первое выражение, можно так же, да, пока сложить сотни, потом сложить десятки, потом сложить единицы, все это сложить выражение получится очень длинное и большое. Можно запутаться? Конечно же, можно. А как вы думаете? А как проще выполнить такие выражения, вычисления? Вы, наверное, сейчас вспомните то, что мы с вами изучали двузначными числами. В таких случаях, конечно же, да, чтобы не ошибаться, чтобы правильно выполнить вычисления, мы уже воспользуемся письменным приемом. Догадались, о чем мы сегодня с вами будем говорить на уроке? Итак, сегодня на уроке мы с вами будем знакомиться с приемами письменных вычислений. Когда устно выполнить сложение или вычитание трехзначных чисел трудно, действия выполняют письменно, как и при действии с двузначными числями. При этом используется запись с столбиком. Все вспомнили? И действие выполняется поразрядно, начиная с первого разряда, то есть с малого разряда, с разряда единиц. Обратите внимание на задание номер один. И здесь у вас даны выражения к записью столбиком. Посмотрим на первое выражение и вспомним. Решали мы такие примеры? Конечно же, решали. То есть мы уже с вами очень хорошо умеем пользоваться таким приемом, когда выполняем сложение двузначных чисел. Посмотрите на второе выражение. Там уже добавляются сотни. На третье выражение. Там даны трехзначные числа. Также вспоминаем вычитание. Как вы думаете, что-то изменится в приемах письменных вычислений, когда мы будем выполнять вычисление трехзначных чисел? Единственное, что там добавится новый разряд. Это сотни. Но вычисление выполняется аналогично, так же, как мы с вами изучили письменные сложения и вычитания двузначных чисел. И тема нашего сегодняшнего урока «Алгоритм сложения трехзначных чисел». Что такое алгоритм? Давайте вспомним. Алгоритм – это строгая последовательность действий. То есть нужно соблюдать строгую последовательность. А в математике это очень важно. То есть мы должны выполнять строго по порядку. Ну, давайте рассмотрим алгоритм сложения трехзначных чисел. Итак, задание. Нам необходимо вычислить сумму чисел 356 и 272. Итак, алгоритм – строгая последовательность действий. Для этого нам нужно записать правильно. Первое слагаемое пока записываем. Под ним второе слагаемое. Но самое главное помним, что каждому разряду свое место. То есть единицы под единицами, десятки под десятками, а сотни под сотнями. Обратите внимание, как записано выражение. Далее начинаем с малого разряда, то есть единиц. Сначала складываю единицы. 6 плюс 2 равняется 8. И пишем тоже под единицами. Дальше переходим к следующему разряду. К десяткам. Складываю десятки. 5 плюс 7 будет 12. Мы 2 пишем под десятками. Потому что 12 – это 1 десяток и 2 единицы. Мы пишем двоечку под десятками. А 1 у нас в уме. Мы его переносим над сотнями. Обратите внимание, записана единичка над сотнями. Далее перехожу к третьему разряду. К сотням. К 3 прибавляем 2. То есть 3 сотни плюс 2 сотни. Но у нас еще один в уме. И эта единичка у нас записана, чтобы не забыть. 3 плюс 2 будет 5. И еще один будет 6. 6 мы пишем под сотнями. Обратите на вторую запись. После того, как мы выполнили сложение поразрядно, читаем ответ. 356 плюс 272 получится 628. То есть читаю ответ. Вспомнили? Вы видите, что на основе наших знаний, когда мы с вами научились выполнять алгоритм письменного сложения двухзначных чисел, не отличается почти, да? Только добавляется третий разряд. Это сотни. Давайте еще раз потренируемся. Посмотрите на экран. Перед вами табличка приема письменных вычислений. То есть такие вычисления выполняются столбиком. Помним о том, что каждому разряду свое место. Мы видим, да? Сотни, десятки, единицы. Мы должны объяснять так. Сначала складываю единицы, затем складываю десятки, складываю сотни и читаю ответ. Это и есть алгоритм. Строгая последовательность. Давайте разберем. Следующее выражение. И перед этим еще раз повторим алгоритм сложения. Работа с памяткой. Значит, какая строгая последовательность должна у вас соблюдаться? Первое. Мы записываем первое слагаемое. Записываем второе слагаемое под дим. Строго. Единицы под единицами. Десятки под десятками. Сотни под сотнями. Затем вычисляем поразрядно. Складываем сначала единицы. Потом складываем десятки. И затем складываем сотни. И читаем ответ. Что у нас получилось? Итак. Значит, сегодня на уроке мы с вами повторили тему. Какую? В начале урока мы с вами повторили приемы устных вычислений. И убедились в том, что знать их нам необходимо. В уме считать тоже надо уметь. Мы разобрали тему новую. Алгоритм письменного сложения. То есть, когда уже устно вычислить трудно, то нам пригодится вычисление столбиком. Мы разобрали, как выполнять алгоритм письменного сложения. Что нужно знать для того, чтобы вычислять устно? Выполнять устные приемы. Нам для этого нужно знать все способы вычисления. И воспользоваться удобным способом. А что нужно знать для того, чтобы выполнить письменное вычисление? В данном случае мы сегодня разобрали сложение. Мы должны помнить алгоритм. Алгоритм – строгую последовательность действий. Итак, я думаю, что вы выполните задание в учебнике, рассмотрите еще раз внимательно эту тему и без труда справитесь с этими заданиями. Ну а вам я желаю всего хорошего, успешной работы с заданиями и отличных отметок. До свидания. Тайна крыши театра Гранд-Опера Закрыто. Как же мы достанем последний ингредиент? Надо придумать, как нам попасть внутрь. Сюда! Я нашел вход! М-да! Придется вам дальше без меня. Я тоже туда не пролезу. Идите сами, я поищу другой путь. Ну как же так? Я так старался. Я хотел успеть и... Опять опоздал. Ой! Вода! Не вода! Слезы! Этот гаремык озалил слезами весь театр! Шур-шур, давай сюда! Ну почему я такой медлительный? Пусть я чуточку проворней, я бы успел. Здравствуйте! Кто вы? И почему вы плачете? Я призрак опера. Я сетаю на свою медлительность. Моя любимая оперная певица Кристина Доя уезжает на гастроли по миру. На прощание. Я решил подарить ей открытку. Я сделал ее сам. Посмотрите, правда красиво получилось. Очень красиво! Кристине понравится. Но я так увлекся творчеством, что совершенно не следил за временем. А Кристина давно уехала на вокзал и уже наверняка садится в поезд, который отправится через 10 минут. Мне никак не успеть передать ей открытку. Успеем! Давайте вашу открытку, мсье, и я передам ее лично в руки Кристине. Еще до отправления поезда. О, мои спасители! Мерси! Мерси! А что вы искали здесь, мои маленькие друзья? Мы собираем ингредиенты для круассана. И здесь должен быть последний и самый важный продукт. О, я знаю, что это. Идемте на крышу, и я вам его покажу. Красная Шапочка сказала, что домик бабули в Булонском лесу. Но где конкретно? Нам что, по всему лесу рыскать? Зато голодными не останемся. В Булонском лесу, наверное, булки прямо на ветках растут. Стопа! Как пойти к дому этой бабушки? Вы спросили, поиграть в ладушки? Нет, я спросил, как пройти к дому бабушки. Испечь о ладушке? Да она издевается. Рауль, Эльвира! Мои новые друзья ищут самый главный ингредиент для круассана. Не откажите в любезность. Конечно, Эльвира, покажи гостям наше сокровище. Вуаля! Самый важный ингредиент – мед? Уи, да, друзья. И что же такого особенного в этом меде? Это удивительный мед. Ведь мы забираем его с цветов, которые растут в самом Париже. Такого меда вы не найдете больше нигде. Спасибо вам, французские пчелки. Мы не успеем доставить мед Красной Шапочке вовремя и не попадем в домик к ее бабушке. Спокойно, друзья. Я уже здесь. Вы забыли про мои сапоги-скороходы. Через пять минут будем у Красной Шапочки. Мсье, я передал вашу открытку Кристине. Она была в восторге и просила передать вам это. Спасибо, мои маленькие благородные друзья. А теперь в путь. Ну, ничего себе домик у бабки. Бабуля? Это не бабуля, это дедуля. Людоед! Я? Нет, это давно в прошлом. Теперь я вегетарианец и питаюсь только травой. А вот мой песик, Жульен, он ест все подряд. Особенно любит насекомых. Попробуйте мой фирменный салатик. Спасибо, друзья, за чудесное угощение. Я была рада познакомиться с вами, малыши. Мне жаль, что мой домик оказался не тем, что вы искали. Здесь нет добринопонимателя. Не беда. Мы продолжим поиски в других странах. Вон вы сколько путешествовали. А это что за дом? Это в Дании. Я была там проездом. И сфотографировалась у дома великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, мальчишки и девчонки. И я с удовольствием приглашаю вас в нашу онлайн-школу. И сегодня мы с вами прямо сейчас займемся русским языком. Итак, урок русского языка. Ребята, проверьте, пожалуйста, свои школьные принадлежности для урока. Проверьте, удобное ли у вас рабочее место. Молодцы. А теперь откройте, пожалуйста, свою тетрадь и запишите сегодняшнюю дату. То, как надо нам писать, может нам оно сказать. Ошибку я исправила, ведь выучила правило. Всё верно. Вот слово «правило» мы с вами сегодня запишем три раза на минутку чистописания. Молодцы. А теперь, ребята, посмотрите на доску и прочитайте предложение про себя. Запишите это предложение и вставьте пропущенные буквы к себе в тетрадь. Подчеркните, ребята, в данном предложении грамматическую основу. А ещё, ребята, найдите и выпишите какое-нибудь словосочетание из данного предложения. Давайте мы все вместе прочитаем данное предложение. Солнечные лучи залили ярким светом весь двор. Красивое предложение. Предложение о весне, о солнышке. Давайте мы с вами найдём грамматическую основу данного предложения. Верно. Лучи залили. Вы всё правильно сделали. Лучи у нас будет подлежащее. Мы подчеркнули одной чертой. Залили – будет сказуемое. Мы подчеркнули двумя чертами. Молодцы. А теперь давайте проверим, какое же словосочетание, хотя бы одно, вы нашли в данном предложении. А если честно, то в данном предложении у нас словосочетаний несколько. Давайте посмотрим. Лучи какие? Молодцы. Солнечные. Залили чем? Светом. Светом каким? Ярким. Молодцы. Я думаю, что именно такие словосочетания вы и смогли подобрать в данном предложении. Ребята, посмотрите ещё раз внимательно на данное предложение и ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. А в какой части слова находятся все пропущенные буквы в этом предложении? Верно. Верно. Вы заметили, что все пропущенные буквы находятся в окончании слов. А давайте, ребята, с вами вспомним, какие части слова вы ещё знаете? Я думаю, что вы сразу вспомнили и приставку, и корень, и суффикс, и основу слова. Молодцы. Ребята, так как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься на уроке? Всё верно, ребята. Наша с вами задача сегодня – повторить и обобщить знания о составе слова. Итак, давайте начнём по порядку. Из чего же может состоять каждое слово? В словах отдал, вошёл подставка, пред корнем пишется приставка. Всё верно, молодцы. Своим местом я горжусь, перед корнем нахожусь. Молодцы. Это снова приставка. Не может его быть в слове совсем. Оно может быть звуковое, а может быть и нулевое. Верно. Это окончание слова. Ещё загадка. Я самый главный в слове, такая уж мне честь. И я в любой основе, и в каждом слове есть. Конечно, молодцы. Конечно, молодцы. Это корень слова. Среди морфемья вот таков образовал всех больше слов. Молодцы. Это суффикс. Итак, ребята, давайте ещё раз обобщим и проговорим о всех частях слова. Посмотрите на доску. Приставка. Приставили, присоединили её место в слове перед корнем, и служит она для образования новых слов. Молодцы. Идём дальше. Корень выделяем дугой. Это общая часть однокоренных родственных слов. Но тут, ребята, мы сразу с вами должны вспомнить, чтобы правильно выделить корень, мы подбираем родственные слова, не забывая, что у них одинаковый смысл. Общее лексическое значение. Идём дальше. Суффикс. Суффикс у нас стоит после корня и служит тоже для образования новых слов. Идём дальше. Окончание. Это, ребята, изменяемая часть слова и служит для связи слов в предложении. Окончание, как я уже сказала, может быть звуковое. Например, красивая, красивое, красивую. Мы с вами видим изменяемую часть слова. Ая, ую, ое. Это окончание звуковое. А есть, ребята, у нас с вами окончание в слове нулевое. Мы про это тоже помним. Например, посмотрим на слово «конь». Там будет окончание, но оно нулевое. То есть никакая буква в окончании у нас с вами не поместилась. Итак, ребята, я думаю, что мы с вами вспомнили о том, из каких частей состоит слово. То есть состав слова. А сейчас давайте с вами немножечко потренируемся. Поопределяем правильно приставку, корень, суффикс, окончание слова. Итак, прежде чем тренироваться, мы с вами должны вспомнить памятку, с чего же нужно начинать. И как нужно начинать разбор каждого слова. Внимание на доску. Итак, первый шаг. Перед вами слово. Вы его читаете. Для себя объясняете смысл данного слова. Ну и для себя определяете, какая же это часть речи. Шагаете дальше. Второй шаг. Изменяете слово и выделяете в нём окончание. Как мы с вами проговорили. Звуковое окончание или нулевое окончание. То есть окончание – это то, что изменяется в конце слова. Выделили окончание. Шагаем дальше. Выделяем основу слова. Мы с вами помним, ребята. Основа слова – это всё то, что до окончания. А раз мы выделили окончание, теперь легко нам найти основу слова. Выделили основу слова. Идём дальше. Теперь будем определять корень слова. Для этого мы должны подобрать однокоренные слова. Обязательно родственные слова, чтобы имели общий, одинаковый смысл. Только после этого мы сможем правильно выделить корень. Идём дальше. Смотрим, присутствует ли в слове приставка. Её приставили, присоединили перед корнем. Есть слова в русском языке, которые с приставкой бывают, а есть слова в русском языке, в которых приставки может и не быть. Ну и последний шаг, ребята. Выделяем в слове суффикс, который находится после корня и перед окончанием. После того, как вы разобрали слово, обязательно должны проверить сами себя, а всё ли правильно я обозначил. А теперь давайте с вами попробуем разобрать слова все вместе, вместе со мною. Итак, прочитаем глазками. Я думаю, ребята, что многие из вас догадались, что это у нас слово прогулки. Молодцы! Приставка про, корень, гул, ка, суффикс, окончание а. Запишите это слово к себе в тетрадь и разберите его по составу. Молодцы! А мы идём дальше. Продолжаем отгадывать. Корень мой находится в цене. Сразу определили, значит, цен. В очерке найди приставку мне. То есть приставка о. Суффикс мой в тетрадке все встречали. То есть суффикс ка. Вся же в дневнике я и в журнале. Верно! Вы правильно собрали слово. И это слово – оценка. Молодцы! Запишите слово «оценка» к себе в тетрадь и разберите по составу. Молодцы! Ну, а мы идём с вами дальше. Отгадаем ещё с вами одну загадку. Его корень в слове «снежинка», то есть «снеж». Приставка в слове «подъехал», то есть «под». Суффикс в слове «лесник». Окончание в слове «ученики». И получилось, ребята, красивое весеннее слово «подснежники». Запишите это слово к себе в тетрадь и разберите его по составу. Молодцы! У вас хорошо получилось разобрать и отгадывать слова по составу. А теперь, ребята, давайте мы с вами повторим и обобщим всё то, о чём мы с вами сегодня говорили. Итак, давайте ответим вместе со мной на мои вопросы. Вопрос первый. Как же называется главная часть слова? Молодцы! Верно, я согласна с вами. Конечно, это корень. Следующий вопрос. А как называется часть слова, которая стоит после корня? Верно, вы правильно сказали. Это суффикс. Следующий вопрос. Как же называется изменяемая часть каждого слова? Верно. И тут вы оказались правы. Это окончание. И ещё один вопрос, ребята. Как называется часть слова, которая стоит перед корнем? Молодцы! И тут верно. Это приставка. Мы её приставили. Присоединили. Молодцы! И вот, ребята, дома я вам предлагаю потренироваться составить устно рассказ о каждой части слова. А составлять будете по следующему плану. Название части слова. Например, вы берёте приставка. Второй шаг. Где находится в слове? Вы рассказываете. Стоит перед корнем. Дальше. Для чего служит приставка? И четвёртый шаг. И четвёртый шаг – составить примеры, какие-нибудь слова с приставкой. Дома, пожалуйста, потренируйтесь и составьте такие маленькие рассказики про каждую часть слова. Я думаю, что вам обязательно понравится. А если вы ещё расскажете такие рассказики своим родителям, они будут просто в восторге. И ещё, ребята, я дома попрошу вас потренироваться выполнить в устной форме упражнение 279, которое как раз вам и поможет составить интересные рассказы про каждую часть слова. А письменно вы будете выполнять упражнение 280. Итак, ребята, ну а наш с вами урок подходит к завершению. Я думаю, что все вы поработали плодотворно, что все были активны на уроке. Посмотрите, пожалуйста, начало каждого предложения и попробуйте составить для себя окончание каждого предложения. Какое же настроение было у вас в течение урока? Доволен я своей работой или недоволен? На уроке я чувствовал себя уверенно. И очень хочется, ребята, чтобы действительно урок для вас был полезным и познавательным. На этом урок русского языка закончен. Всем спасибо за внимание. Можно сходить на переменку и выполнить какую-нибудь зарядку. Ну вот и начинается, ребята и девчата. Волшебная история про девочку Ренату. О главу серединовом, о чудесах на свете. Увидите, услышите и взрослые, и дети. Пчела-пчелография, веселые уроки. Такая география, мир близкий и далекий. Какая география, мир близкий и далекий. Пчелиные профессии Пчелы летают миллионы. В ульях есть свои законы. Работой все увлечены. Все профессии важны. Уборщицы Чистят, моют, убирают. Все до блеска натирают. Выметают грязь и ссор. Освежают дом и двор. Охранник Круглосудочная охрана Поздно ночью, утром рано. Наблюдение Зазор Неприятелю могу. Разведчицы Светения Поставляют Танцуя добытчицам Объясняют Кто танец Расскажет Где больше собрать В каком направлении Нужно летать Добытчицы Их большинство Они добывают Не зная усталости Мед собирают Не зря Наивысшая Людям хвала Отличный работник Трудяга Пчела Трудень Трудень Мед Не собирает От обезделья Измывает Раз не сделана Работа Изгнан Трудень Заворота Фрейлины Королеву Охраняют Ей по жизни Помогают Чтоб не ведая Забот Пополняла Пчелок Рот Есть Вентиляторы Секретари Строители Няньки И слесари Правильно Слесари Нужно сказать Главное Вулье Полезными Стать Но есть Пчелина Мире Та Которая Всех Объединяет И ведет За собой Та Которая Дает Жизнь Всему Пчелиному Государству Она Королева Ее Обожают Она Пчелиный Рот Продолжает Она Королева И этим Все сказано Всегда Быть Красивой И умной Обязана Ну что, ребята, отдохнули, немножко размялись, а теперь мы с вами начинаем наш следующий урок В нашей онлайн-школе Урок Математики Итак, проверьте Свои школьные принадлежности, которые нужны вам для урока математики Удобно ли у вас рабочее место И мы приступаем к уроку математики Пусть математика сложна Ее все сразу не познать Откроет дверь вам она В них только нужно постучать Надеюсь, что, ребята, на сегодняшнем уроке эта математическая дверь хотя бы чуть-чуть, но для вас приоткроется Итак, как обычно урок математики мы с вами начинаем с устного счета Итак, приготовились Будьте внимательны и очень старательны Первое мое задание На доске у меня записаны числа Но числа записаны буквенными выражениями Ваша задача прочитать каждое число И записать к себе в тетрадь цифровым обозначением Итак, приступаем После последнего числа поставьте точку Молодцы! Я думаю, что вы с легкостью справились с данным заданием Но мы идем с вами дальше У нас впереди еще одно задание Посмотрите, ребята На доске вы видите записанные числовые выражения И задание сравните, не вычисляя Наверняка у вас сразу возникнет вопрос Но ведь там такие сложные математические выражения Обязательно нужно выполнять столбиком Но, ребята, когда вы повнимательнее посмотрите Вы поймете, что действительно Не вычисляя эти выражения, сравнить Очень даже просто Посмотрите на первое числовое выражение 412 умножить на 26 И второе числовое выражение 26 умножить на 412 Просто множители переставили местами Значит, мы ставим знак равно Точно так же посмотрите на второе Третье и четвертое математическое выражение Если вы будете внимательны То с легкостью справитесь И с этим заданием Молодцы! Ну а мы с вами идем дальше Какой же устный счет без решения задач? Вы правы! Сейчас мы с вами должны решить задачку Посмотрите, пожалуйста, на доску И прочитайте задачу Можно сразу прочитать задачу слух Автобус ехал 3 часа со скоростью 70 км в час И 3 часа со скоростью 80 км в час Вопрос в задаче Какое же расстояние проехал автобус за это время? Казалось бы, сразу ответить на главный вопрос задачи Мы пока с вами не сможем Давайте начнем поэтапно разбирать нашу задачку Сначала давайте узнаем Сколько же автобус проехал за 3 часа Двигаясь со скоростью 70 км в час Все верно! Молодцы! Найдя расстояние, вы понимаете Что он проехал 210 км Что происходит дальше? Автобус увеличивает свою скорость И едет 3 часа, но уже со скоростью 80 км в час Давайте найдем расстояние, которое он проедет с данной скоростью Найдя расстояние, мы с вами понимаем Что он проехал 240 км Все верно вы мне подсказываете А теперь два этих расстояния Мы с вами должны сложить и получить общее расстояние, которое проехал автобус Молодцы! 450 км Вы справились Идем дальше Ребята, в эти выходные у нас с вами был замечательный праздник Вы помните День космонавтики И вот я вам предлагаю сейчас решить задачку Интересную, познавательную, космическую Про нашего Юрия Алексеевича Гагарина Прочитайте задачу Можно сразу вслух Юрий Гагарин на корабле «Восток» облетел земной шар за 108 минут Познавательная задачка, ребята, запоминайте Сколько же часов и минут продолжался полет Юрия Гагарина на корабле «Восток»? Итак, всего он летел 108 минут Мы с вами знаем, что в одном часе 60 минут То есть один час он был в полете точно И у нас с вами остается еще 48 минут Значит, ребята, Юрий Алексеевич Гагарин на своем корабле «Восток» был в полете 1 час 48 минут Запомните, пожалуйста, эту познавательную задачку Молодцы, ребята, вы и с этой задачей справились Ну а мы с вами идем дальше И сразу хочу сказать, ребята, что сегодня мы с вами начнем цикл уроков Которые считаются одними из самых непростых Ведь потому что с сегодняшнего урока математики мы с вами начинаем изучать Одну из самых больших математических тем и непростых математических тем Это тема деления Деление вовсе не просто Ответ ты не сразу найдешь Таблицу, чьи умножения Тогда лишь частное ты и найдешь Сразу давайте, ребята, вспомним, как называются компоненты при действии деления Верно, молодцы, четко Делимое, делитель, частное Вы скажете, но ведь мы же умеем делить Да, ребята, многие из вас делить уже умеют Мы с вами умеем делить устно Мы с вами умеем делить на круглые числа, оканчивающиеся нулями Мы с вами даже уже умеем четко и быстро делить на однозначное число Значит, правильно вы догадываетесь Наши темы на деление столбиком будут только усложняться Значит, впереди нас ждет деление столбиком на двузначное число И наверняка деление столбиком на трехзначное число Но давайте мы с вами по порядку Вернемся к самому простейшему делению столбиком на однозначное число Посмотрите, пожалуйста, на доску И вместе со мной можете записать этот пример к себе в тетрадь А заодно и вспомнить алгоритм деления столбиком на однозначное число Итак, начинаем вместе со мной 822 разделить на 3 Мы с вами знаем, что при делении столбика мы с вами начинаем делить с самого большего разряда То есть сотен Также мы с вами знаем, что прежде чем начинать делить Мы должны первым делом определить количество цифр в частном Которые будут находиться под чертой Итак, глазками возвращаемся к сотням У нас их 8 8 мы можем разделить на 3 Значит, смело можем сказать, что в данном случае, в частном У нас с вами будет 3 цифры Так как и сотни, и десятки, и единицы мы с вами будем делить Итак, начинаем с сотен 8 сотен мне нужно разделить на 3 Я понимаю, что по таблице умножения на 3 ответа 8 нет Но точно знаю, что 6 делится на 3 без остатка Пишу шестерку под восьмерку А в частное пишу 2 2 умножаю на 3, получаю 6 и отнимаю сотни При отнимании сотен я понимаю, что у меня осталось 2 остатка 2 сотни Теперь сношу десятки И получаю число 22 Теперь я буду делить 22 на 3 И сразу понимаю, что в таблице умножения на 3 числа 22 не существует Но точно знаю, что ближайшее число это 21 Запишу под 22 21 разделить на 3, получаю 7 Пишу смело семерку в частное Отнимаю десятки 22 отниму 21 И получается один десяток Мы все еще с вами не закончили Ведь у нас еще остались единицы А их у нас 2 Сносим единицы вниз и получаем число 12 И тут легко с вами можем разделить 12 разделить на 3 Мы получаем 4 И пишем в частное цифру 4 Отнимаю от 12 и 12 И понимаю, что остаток 0 Читаю ответ В примере у меня получилось 274 Это и есть наше частное То есть, ребята, такие примеры простые Деление на однозначное число столбиком Мы с вами решать уже умеем Давайте-ка мы с вами вспомним алгоритм решения таких примеров Итак, ваш первый шаг Начинаю делить со старшего разряда Что мы с вами делали? Второй шаг Определяю количество цифр в частном Третий шаг Делю сотни Делаю проверку Следующий шаг Делю десятки Делаю проверку Дальше Делю сотни Делаю проверку И только после этого Я читаю окончательный ответ Посмотрите еще раз глазками на памятку И запомните Молодцы, ребята Ну, как вы уже догадались Сегодня мы с вами начнем учиться делить столбиком на двузначное число Посмотрите, пожалуйста, перед собой Вы видите пример 534 разделить на 89 Вот сегодня мы с вами и будем учиться Выполнять такие примеры Но мы с вами помним, ребята Когда мы только начинали изучать деление столбика Столбиком мы с вами говорили о том Что рядом с вами всегда должен быть черновичок или блокнотик Особенно при решении примеров деления столбиком Вот сегодня черновик или блокнот вам обязательно понадобится Итак, слушаем меня внимательно 534 разделить на 89 534 делимая 89 делитель Мне нужно найти частное Итак, ребята, давайте будем с вами разбираться 5 разделить на 89 невозможно Потому что 5 меньше, чем 89 Может быть, 53? 53 разделить на 89 я тоже не могу Потому что 53 меньше, чем 89 Значит, сразу буду делить все число 534 А это значит, в частном будет всего лишь одна цифра Работаем дальше Давайте попробуем 534, ребята Разделить не на 89, а пока на 80 Ведь делить на круглые числа мы с вами умеем Для этого 53 мы с вами разделим на 8 Понимаем, что в таблице умножения на 8 числа 53 нет Но точно знаем, что ближайшее число, которое делится на 8 без остатка Это число 48 48 разделить на 8 получается 6 Но, ребята, цифру 6 мы с вами в частное пока писать не будем Эта цифра называется пробная Мы должны проверить, подходит ли она нам для частного Вот для этого вам понадобится черновичок или блокнотик Быстренько на черновике Давайте выполним с вами проверку То есть 89 умножим на 6 При умножении мы понимаем, что получается 534 Значит, цифра 6 в частное нам подходит Только теперь я могу смело писать эту цифру в частное И понимаю, что 6 умножаю на 89 Получаю 534 Отнимаю Остаток остается 0 Теперь я смело могу сказать, что пример решен верно Да, ребята, кажется, что непросто Но мы с вами только начинаем учиться таким образом делить Поэтому все у вас еще впереди Давайте кратко проговорим то, что мы с вами делали пошагово Первое Нахожу первое неполное делимое И мы с вами поняли, что в том примере будет одна цифра Дальше Определяю количество цифр Мы с вами определили Шагаю дальше Определяю, подбираю первую цифру частного Она у нас с вами, ребята, будет пробная Так и называется Чтобы проверить эту пробную цифру Я выполню на черновичок или рядышком умножение столбиком Чтобы доказать себе, подходит данная цифра мне в частное или не подходит Посмотрите еще раз на памятку глазами В учебнике, ребята, на странице 57 Есть два примера Которые вы должны будете подробно разобрать Глазками посмотрите на первый пример 492 разделить на 82 Давайте пробуем вместе со мной 4 разделить на 82? Невозможно 49 разделить на 82? Невозможно Значит, сразу 492 буду делить на 82 Значит, в частном будет только одна цифра Давайте попробуем 492 разделить не на 82, а на 80 49 разделим на 8 И мы с вами понимаем, что ближайшее число – это 48 Пробую в частное цифру 6 Но помню, что это пробная цифра Для этого быстро на черновике выполняю умножение 82 умножу на 6 и понимаю, что получится 492 Значит, цифра 6 в частное нам подходит Точно так же вы разберете второй пример И дома, ребята, вы потренируетесь, начнете учиться На странице 57 вы попробуйте выполнить номер 206 Обязательно рассказывайте себе то, что вы делаете Да, я согласна с вами, непросто Но вы же молодцы, и у вас обязательно все получится Итак, ребята, давайте посмотрим Чем же мы сегодня с вами занимались на уроке Сегодня мне удалось Сегодня я вспомнил Я похвалил бы себя за Мне захотелось Сегодня, ребята, нам с вами удалось Начать изучать Примеры нового типа Деления столбиком на двузначное число На этом урок математики у нас с вами подошел к завершению Я говорю вам до свидания Спасибо за урок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова